Деловые факты Злоумышленники представляются сотрудниками Федеральной налоговой службы. Под предлогом погашения задолженности они выведывают все необходимые данные. Часто используются роботизированные обзвоны. От этого вида преступной деятельности уже пострадали около 4 тысяч человек. Суммарный ущерб достиг 550 тысяч рублей. Впереди Россия и всей. Краснодарский край лидер среди регионов по урожайности зерновых культур. Кубань побила собственный рекорд по прошлогоднему сбору, в том числе и по качеству зерна. И это несмотря на снижение площади сева почти на 50 тысяч гектаров. Итак, наш результат. 10 миллионов 364 тысячи тонн с гектара собирали в среднем 63,3 центнера. Это больше всех в стране. По прогнозу Российского зернового союза урожай в 2017 году составит 115-118 миллионов тонн. Результат близок к прошлогоднему. Тогда страна получила около 120-121 миллиона тонн зерна. В России вряд ли установят единую минимальную цену на сигареты. Против выступает Министерство экономического развития. В ведомстве считают, эта мера увеличит долю нелегальной продукции на российском рынке. С инициативой перед вице-премьером Игорем Шуваловым когда-то выступали производители. Сейчас табачники сами регулируют нижнюю денежную планку на свои бренды. Она, как правило, составляет 75% от максимальной стоимости. Действующий механизм простой и прозрачный, считают эксперты. Поэтому изменения называют нецелесообразными. В Министерстве экономического развития прогнозируют, новшества могли бы быть на руку только крупным игрокам. Они могут привести к завышению цен на товары. Дорогие подарки хотят вернуть чиновникам. Но только при одном условии. Это должны быть изделия народных промыслов. С таким предложением выступает Минпромторг. Представители отрасли утверждают, существующие ограничения не позволяют делать презенты госслужащим в виде высокохудожественных изделий. Их приходится заменять дешевыми импортными аналогами. Также, по мнению ведомства, нужно создать открытый перечень товаров, которые можно закупать без конкурса. Вектор движения понятен. С помощью одних только министерств наберется солидный объем заказа. Художники давно пытаются, чтобы в рамках госзаказа для протокольных мероприятий закупались изделия народных промыслов. И такие подарки не ограничивались по цене. Сейчас подарки не должны быть дороже 3000 рублей. Что можно купить за эти деньги, если только матрешки? А для протокольных мероприятий федерального уровня должны быть хорошие сувениры. Пустерник и боярышник подорожали. Спиртосодержащие препараты в России выросли в цене в среднем на 25%. Выручки тем временем подскочили лишь на 10%. Это объясняется падением спроса на такую продукцию. Количество проданных упаковок в целом снизилось. Эти данные подтверждают эффективность борьбы с реализацией настоек не по назначению. Напомню, особое внимание на такие лекарственные препараты обратили после массового отравления концентратом для ванн в Иркутске перед Новым годом. Цифровое законодательство в России может появиться в ближайшие пять лет. К этому призывают Министерство экономического развития. Ведомство разделило работу по созданию электронного норматива на три этапа. На первом в плане отказаться от бумажных договоров и трудовых книжек. Они мешают развивать трудовую мобильность. Второй включает в себя вопросы использования больших данных и внедрения технологии блокчейн. На ней построенная и работает система виртуальных денег. В третьем глобальные изменения законодательства и внедрение информационной составляющей. Эта инициатива веяния времени сейчас активно развиваются технологии, которые никак в России не регулируются. Например, искусственный интеллект, управляющий беспилотным автомобилем. Если из-за сбоя в программе возникнет авария, кто за нее будет отвечать? Персональные данные у нас описаны, а вот данные, которые генерируются во время использования вами телефона или планшета, нет. На какие сайты вы заходите, что-то мыщите? Эти и другие данные могут агрегироваться и использоваться, в том числе в коммерческих целях. В завершении выпуска курс валют мировые валюты теряют в цене. Доллар остановился на отметке в 59 рублей 80 копеек. Евро упал до отметки в 70 рублей 66 копеек. Это были все деловые факты. Оставайтесь на телеканале Кубань24.